Здравствуйте, уважаемые жители и дорогие жители Луганской Народной Республики, города Луганска. Не прошло и полгода, я снова с вами приехал, чтобы представить свою следующую книгу серии Мечта Мерлана. В августе мы с вами встречались по поводу книги «Крестьянский сын, дворянская дочь». Это продолжение «Мы в Дании разлуки» и параллельно написанная история. «Неодолимые силы обстоятельств». Второй том, это немножечко отличается от первого. Если в первом томе я больше хотел показать жизнь начала XX века, то здесь одна моя героиня отправляется в будущее, то есть для того времени это наше время и пытается адаптироваться в жизни в нашем времени. И если в первом томе я показывал больше жизнь традиционную нашей страны, то здесь началась первая мировая война. Я больше пытался осмыслить немножко размышлений о том, как страна оказалась в том гранили, как вышла из нее, и проводятся некоторые параллели с днем сегодняшним. За те несколько месяцев, что меня не было на Лугачине, я, несмотря на сложную обстановку, действительно сложную, отмечаю с удовольствием изменения лучше, в лучшую сторону, значительные. Улица Советская стала просто красавица после ремонта. Я надеюсь, это не последняя улица, это не конец, а только начало преобразования города, ну и всей области. Был в Северодонецке, там все значительно тяжелее, но тоже обращаю внимание, что ведутся земляные работы, восстанавливаются коммуникации, вставляются в окна степлопакеты, город начинает жить жизнью. Появился ПСБ-банк, появились банкоматы. Да, и, кстати, я был, когда жил в Самарской области, у меня есть карта МКС местная, луганская. Там она не ловила и была неактивирована. Я один раз открыл телефон, увидел, что она активирована у меня там. И я из Самарской области по сети МКС позвонил сюда, к ребятам на передовую, с ними поговорил. Они говорят, а вы что там, ловят МКС в Самаре? Я говорю, да, ловят. Это значит, что местная сеть МКС стала целиком адаптирована и к телефонным сетям Российской Федерации. То есть она во многих регионах так же активна и так же можно из нее позвонить. В общем-то, изменения на весу, изменения радостные. Я думаю, будем ожидать радостных вестей, более оптимистических с линией боевого соприкосновения, что рано или поздно мы эту гирю сломим. И тогда начнем готовиться к обычной, нормальной, счастливой русской жизни. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok